Продолжаем говорить о ситуации в стране. Если продолжить тему, которую мы обсудили, сосед Нурбекович, о ситуации в Актюбинской области. 46 домов только в Этикибийском районе Актюбинской области не подлежат восстановлению. В социальную комиссию специальную обратились больше 130 семей, пострадавших от паводков. Им пообещали построить новое жилье. Для этого уже определили земельные участки с инженерными коммуникациями. Вместе с тем специалисты продолжают проводить техническое обследование строений на подтопленных территориях. 29 марта в Этикибийском районе прорвало плотину. Из берегов вышла река Иргиз. Из села имени Тимирбека Жургенова пришлось экстренно эвакуировать жители. Дом Гульзады у Тимуратовой оказался в воде. Не работает у нас стиральная машинка. Две кровати развалилось полностью. И полы негодные, стены все внизу сгнили. Невозможно жить там. Потому что уже боюсь, что завалится дом. И вот теперь обещали нам дом построить, ждем. Вот уже через два дня сказали, начнут фундамент там ставить. Не выдержал натиска воды и саманный дом Базаркуль-Нуржановы. В стенах в гостиной, кухне и ванной появились трещины. Затопило и небольшой сарай во дворе. Погибли козы и овцы. Вода доходила до пояса. Никогда раньше такого не было. Комиссия приходила. Компенсацию за погибший скот уже выплатили. Еще получила единовременную помощь. Дом восстановлению не подлежит. Его решили снести. Всего в районе единовременную помощь в размере 300 тысяч тенге получили больше 100 семей. 41 семье выплатили компенсацию за поврежденное имущество. Жителям, чьи дома не подлежат восстановлению, построят новые. Из 46 домов 20 жильцов выбрали вариант строительства нового дома. Кто-то у себя на участке, кто-то выбрал участок, предоставляемый Акиматом. Из них 15 домов в районном центре, 5 домов в селе Комкудох. Остальные жители выбрали вариант выкупа готового жилья на вторичном рынке. Дома для пострадавших от паводков будут строить по утвержденному проекту. Их площадь составит 80 и 100 квадратных метров. Сейчас ведутся переговоры со строительными компаниями, которые займутся возведением жилья.